доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника мари мистик сегодня 16 октября 2021 года и сегодня деткам лялечки и прянички шести малышам помет на буковку м рожденным в июле 2021 года исполнилось три месяца я подготовила весы как вы видите на них уже идет охота я сегодня одна папа уехал в город привезет мне скоро моего нового питомца и я сейчас попытаюсь на вот этих весах которые я недавно купила и большое спасибо подписчикам моего канала кто мне подсказал что оказывается чаша на этих весах может быть прикреплена на двухсторонний скотч мне это важно я сейчас буду взвешивать одна и как вы видите у меня просто нет возможности поставить куда-либо весы в другое место у меня тут все занято террариумами и значит для того чтобы щенок не упал во время взвешивания мне конечно важно чтобы чаша держалась очень крепко на этих весах купила вазон про весы рассказывала вот так как дети у меня тут все развлекаются кто чем занимается будем взвешивать скорее всего всех подряд я просто буду оговорку делать кто это и какого он возраста здесь три помета щенков рожденных в июле самые старшие 16 16 июля затем идут четыре щенка викуси 18 июля и самые младшие это 26 июля детки симоны вот симоночка и также у нас здесь находится миша которую я с момента покупки вообще ни разу не взвешивала мишеньки 23 октября исполнится 5 месяцев ради интереса я хочу взвесить мишу просто так я не знаю как бы если честно когда я покупала не взвешивала и вот пока она росла столько месяцев с нами я тоже ее не взвешивала и вот тут сегодня решила что раз миша все равно здесь воспользуюсь моментом и взвешу за компанию еще и мишутку нашу вот пока у меня все мои ребятки покормлены агамки ждут купания будем купаться все заняты завтраком как вы видите натан тут уплетает одуванчики его любимые цветы мальвы он уже первую очередь съел осталось добраться до одуванчиков а еще самое интересное уже октябрь 16 октября а у меня с лета была грядка в котором на которой рос горошек для внучки и вот мы уже все это естественно пропололи видимо те стручки гороха которые созрели и сами населись в эту грядку они зашли и вот такие огромные выросли которые сегодня повесила попугайчиком я не знаю будут они это кушать или не будут но по крайней мере как бы эта зелень все равно же погибнет нам уже обещают заморозки а у меня там горох вовсю стоит стебли свежие гороха ну если они их не поедят то я думаю что хотя бы просто поразвлекаются в качестве игрушки все подготовила птичкам поилки кормушки все поменяла почистила всем предложила вот горошек если понравится у меня еще там целая грядка этого горошка почитаю можно ли это все давать черепахам и агамом я не знаю но мои черепашки сегодня вот замечательно кушают также одуванчик и сегодня я даже подготовила агамкам нашла цветок одуванчиком киркулес там все пытается женихаться вот девчонки греются позавтракали все ребята а вот здесь тоже кто-то вот покушал играет кто-то кто-то уже наигрался спокойно жует жилочку агамкам которые сейчас пойдут купаться после того как мы взвесим с вами детишек одуванчика цветок клевер одуванчика листья все с кальцием и нашим мандариновым агамкам и марселю с марусенькой также вот после купания будем угощать наших питомцев кормить наших агамочек черепашки уже кушают птички уже кушают собачки тоже видите кто кушает кто играет кто что делает тася похоже сейчас сделает свое большое дело как раз том месте где я поставила весы поставила специально под лампу там у меня стоят для попугайчиков у фэшка и подсветочка и здесь посветлее ну давайте попробуем 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 взвесить а здесь отдыхает наша фимочка вот она поела вот здесь у меня на кровати все маме намусорила и спит на подушке отдыхает молодец очень все грамотно ася по ищет место в туалет сходить а у меня там весы стоят оси так давай асик и сейчас переставлю весы в другое место а что еще хорошо на этих весах цифры здесь идут с подсветкой не будем мешать оси в туалет ходить сейчас пеленочку и туда перетащу осенька на пеленочку девочка ты моя умница вот так весы у нас с подсветкой поэтому циферки мы с вами должны рассмотреть у нас проблем только одна никого не уронить и тут я понимаю будут помощники еще мне помогать двигать эту так ребята маргония отстань ой вот у нас был нолик это я приподняла весы я не знаю куда их поставить от этих друзей моих дружных темой иди к детям так идите мешать я хочу тебя взвесить миша они охотятся на фиму мишенька иди я тебя взвешу чашу я приклеила так ребята мишку я изловила у нас нолик мишка стоять так миша 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 так ребята ушли не надо мне до весков тут так два два килограмма мишка весит точно четыре с половиной месяца так бело шоколадная девочка именинница кило 200 ну короче давайте без этих 230 240 это наша миледи день рождения кило 200 в три месяца кто первый подбежит того и взвесим дни моно лиза именинница три месяца 900 950 вот как то так так значит это у нас нимфа ей 18 будет три месяца так ноги ноги чтоб четыре ноги у меня было на весах так кило 300 400 так наполеон 18 будет три месяца 4 ноги на весах так уж ли от весов вмешаетесь кило 400 тоже я не буду эти кранчика высчитывать вот так это не важно просто общий вес так кто нашу невзвешенный остается маршал стоп убежал так подряд двадцать шестого будет три месяца так отлично кило 200 так милорд именинник три месяца сегодня стоп шоколадный с белым парень отлично кило 800 прекрасно всегда радуюсь когда дети наполеончик восемнадцатого три месяца так марго что ж ты делаешь то что ж ты делаешь то кило 300 почти кило 400 сейчас уроните мне щенка так магнат магнат именинник сегодня три месяца почти кило 500 кило 470 отлично всегда радуюсь когда детки хорошо весят а вот так о николета николета 18 три месяца как братва вот дальше уже стенка кило 500 кило 700 кило 700 с капелькой сюда марго блин марго да нет с этой марго невозможно малышку поймали так и рисочка 780 770 3 месяца через два месяца через два дня оливия 26 3 месяца нет одной рукой это конечно ужас так килограмм маркизка божишки так здесь уже весы неправильно показывают ладно минус 3 грамма 3 грамма нам погода не решат так 740 так 3 месяца маркизки сегодня 740 о как я больно головой стукнулась маршала мы взвесили по моему нет так маркизка кто тут еще у нас попрятались и вот симона это многоразовая пеленка с медвежатами симона делает свое дело куда положено это я говорю гостям нашего канала которые любят писать в комментариях что у нас собаки не приучены к туалету и писать куда хотят это никуда хотят это туалет у нас такой с медвежатами и вот эти красные синие куда писает миша как вы видите это тоже туалет вот таким образом наш и взрослые ходят в туалет вот миша пописала осталось синенькое пятнышко вот тася пописала осталось вот такой пятнышко на красный так маршал у нас не взвешенный остался ушки мы ему подклеили по просьбе его мамы он скоро переезжает новый дом но он их уже чесал почти так и все у меня самостоятельно отключаются так ребята ой как с вами тяжело маршал стоп марго ты мешаешься правда кило сто маршал у нас именинник три месяца кило сто дамы ж тебя и риска взвешиваем лишь бы на руки забраться так алисе алисе 26 три месяца стопы четыре ноги на весы мне пожалуйста кило 70 кило 60 кило 70 так оливия мы вроде взвесили так кто у нас еще нашу никуся которую мы себе оставили ну-ка сколько там в девять два с половиной можно так сказать 26 будет три месяца так никуська никуська кило двести восемьдесят кило триста алисе и взвесили еще осталась невзвешенная а фили у нас так мы вас вроде взвешивали маленьких ребят так офелия тоже кило двести кило триста вот так с разбросом кило двести пятьдесят так все пока не упал никто кажется всех кажется никого не забыли я даже если честно не запоминала их вес потому что у меня все остается в записи на видео дорогие друзья а вам если интересно вы можете перри смотреть это видео и кто хочет что-то сделать какие-то выводы из взвешивания можете на бумажку выписывать кличка возраст ну тут либо именинники которым сегодня три либо именинники которым через два дня три либо именинники которым 26 3 значит два с половиной можно так сказать сегодня до 16 грубо так подсчитывая на самом деле почему я повторяю я вот маргошку не знаю сколько она весит про мы взвешиваем когда даем глистогонку мы взвешиваем перед прививкой потому что это важно дальше в принципе смысла никакого не имеет после трех месяцев в породе чихуа бывают такие фокусы что щенки просто перестают расти и вот если он был там например кило триста то он потом вот как наш масик остался всю жизнь кило 500 дуся играет дусянки 10 лет скоро будет так в тоннель забралась дуся она хочет отнять у милор у кого-то из малышей вкусняшку нимфа хорошая девочка в продаже она хорошо себя ведет на сегодняшний день вот это уже проданы посмотрите на не таню посмотрите на не таню она продана наскорую новый дом я ее мама предупреждала что у нас электро веник точнее не у нас уже у вас мирям если вы меня смотрите я показываю то что я рассказываю я обычно подтверждаю все видео я предупреждала маму что готовьтесь к вам едет электро веник вот этот вот электро веник маленький рыженький это ее мама викуся да и на сегодняшний день свободно к продаже 6 девочек два мальчика из июльских да вот пожалуйста я же никогда не врут дорогие друзья вот обратите внимание специально все что тут же подтверждает поведением нашего щеночка мишута охотится на фиму афима наверное уже просто в туалет просится на у меня сидит на кровати со щенками а маркизка на вот она маркизка я бы не сказала что она ну это не та нет дорогие друзья вот скажи вот не та нет а показываем маме поведение щенка чтобы мама знала к чему готовится вот лежанки про которые я рассказывала так лампу мне только не сверните я вас умоляю с подсветками у меня и так ультрафиолетов надо еще покупать квак-вак-вак-вак так все не валера у меня не поет обычно тут такие утренние триллер сдает тут они что-то молчит не знаю о чем задумался парень его наверное очень удивили ручки гороха так ну вот как то так у нас проходит сегодняшнее утро всех кого хотели мы взвесили а это не то не а я думаю а кто это дерется в трубе это уже этот рыжий бандит уже тут уже тут уже тут дерется только что была там вот скоро едем да поцеловались с мешутой у кого-то вкусняхи тут кто-то в трубе не вижу кто тут дырочек нет в этой трубе тоннельчик этот что теперь кусь-кусь ну как здорово скажи все удовольствие сразу еще и кусь-кусь такие разные сидите по характеру и провес да 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 вот я забыла провес сегодняшнее взвешивание делаю потому что нам надо ехать на прививку и у нас тут есть маленькие дети вот такие как маркизончик вот так вот отвечает миши маркизка у нас самая маленькая несмотря на это очень деловая девочка мишу тоже миша у нас теперь конечно по характеру боец молодец она уже всех взрослых поставила на место поэтому она сидит в этой комнате там она устраивает драки с большими здесь она устраивает драки с маленькими но как вы видите маркизка и уже отвечает вот кстати что интересно что мишку вообще не пугает у нас самая крутая в этой комнате это виктория которая собственно не боится никого и ничего если что там скажем так века это но очень сложный характер скажем я очень была дико удивлена что века не стала отвечать меньше когда миша ей начала говорить ры и не соглашаться с мнением виктории вот здесь конечно я первый раз такое увидела в ноябре в первых числах ноября викуси исполнится 7 лет можно сказать за 7 лет меня века удивила тем что она не поставила мишу на место это очень для меня было удивительно такие все ребята разные по характерам и характеры меняются с возрастом если интересно можете посмотреть какая маленькая миленькая мишка к нам приехала несколько месяцев назад и вот 23 будем праздновать 5 месяцев мишуте у мишут резко изменился характер почему сегодня мишуту взвесила потому что мне важно знать сколько она весит так как повторяю после возраста три месяца в породе чихуа щенок может либо остановиться в росте и в прибавке веса мы интересуемся племенным разведением поэтому меня вес в полтора килограмма ни в коем случае не устраивает даже если бы я не занималась разведением я всегда предпочитаю более крупных по весу собак ну как правило вес у них чаще то что мне нравится он идет не от размера собаки от костяка поэтому у нас живет яночка которая размером сейчас наверное с трехмесячного щеночка а весит скорее всего килограмма два с половиной даже на глаз без вешивания у нее толстые короткие лапки она очень маленькая по размеру вся скажем так маленькая вот но вес у нее при этом хороший я никогда не гонюсь за маленьким весом потому что это может быть совершенно не маленькая собака по размеру это может быть собака со слабым костяком тонкими длинными ножками она может в холке быть 28 и при этом весить полтора килограмма а у меня например предпочтение идет собака с размером высота в холке вот янки мне интересно кстати надо будет ее взвести измерить высота в холке янка точно в холке меньше 19 сантиметров однозначно у меня есть чем сравнивать на моих взрослых собаках вес и точные точную высоту в холке я знаю моих взрослых собак она уже не меняется они не растут поэтому я без линейки уже могу по сравнению с другими собаками представление иметь какого размера у меня янка значит повторяю я взвешиваю чисто для того чтобы мне за ну послезавтра делать прививку она будет с бешенством и если бы у меня тут был какой-то супер гипер мини кто он бы просто на прививку не поехал остался бы дома для того чтобы немножко еще подрасти поднабрать вес так как прививка несмотря на вес щенка делается доза одна и та же щенку мастина неаполитана ротвеллеру и чихуа то есть вы видите что даже однопометники которые сегодня праздную день рождения три месяца они все разные по весу есть ребята которые в три месяца почти два килограмма и есть маркиска которая тут 700 грамм в этом же возрасте а доза прививки ей будет сделана точно такая же как ее брату который весит два килограмма соответственно кто-то эту прививку может перенести легче кто-то сложнее прививка по факту это маленькая доза инфекции мы заражаем своих щенков заболеваниями часто встречающимися которыми могут болеть щенки до года для того чтобы собачка смогла щеночек смог выработать свой иммунитет до первой прививки у щенков есть материнский иммунитет после первой прививки от вирусных заболеваний иммунитет пропадает вторая прививка это прививка от всех вирусных заболеваний которая была сделана в два месяца уже закрепляется то есть за три недели дети должны были выработать иммунитет на эти болячки и в три недели мы их закрепляем но туда добавляется прививка от бешенства сейчас мы в основном используем набивак так как это международного образца вакцина принятая во всем мире многие щенки нашего питомника уезжают жить не только по всей россии но и зарубежья и они просто не смогут пересечь границу или в последующем владелец нашего щенка который захочет отдыхать летом со своим щенком в майами он не сможет вывести его из санкт-петербурга если наш щенок будет привить как-то по-другому только полностью привитый пройдя карантин минимум 21 31 день в зависимости от того куда хотите вывести щенка по бешенству имеется ввиду а не от вирусных заболеваний так как на границе неинтересно здоровье вашей конкретной собаки вирусные имеется ввиду заболевания те которые которыми болеют собачки но не болеют люди поэтому никого не интересует привит ваш щенок или не привит от вирусных заболеваний он эти заболевания не передаются людям и вы можете кататься со своей собакой куда угодно если есть у нее прививка от бешенства бешенство людям передается поэтому карантин для вывоза из санкт-петербурга после прививки от бешенства в любом возрасте с собаки будет либо 21 либо 31 день в зависимости куда вы везете собаку справки в этом году не требуют требуют только если вы везете за границу куда-то за пределы в россии я не имею ввиду ах ты какой вредитель маленький и достаточно недели или десять дней прокарантинится перед прогулками если вы житель санкт-петербурга москвы то есть ну как бы вам не надо никуда лететь скажем так своим питомцем вам достаточно его просто не намочить не простудить потому что после любой прививки организм конечно же будет ослаблен поэтому бережем ся не купаемся не бежим на прогулку после дождя по мокрой траве переживаем спокойненько карантинчик после прививки и тогда уже гуляем это я про тех детей которые наши ребята которые сейчас в резерве и скоро поедут после карантинчика в новые семьи не торопимся бежать в плохую погоду особенно на улицу там в этом возрасте детям делать нечего мы гуляем в хорошую погоду когда светит солнце нет сильного ветра ну для того чтобы получать дозу да необходимую нам ультрафиолета для того чтобы стали ушки развивался правильно костяк смена зубов начинается после трех месяцев поэтому много много вкусняшек тверденьких зубки расшатываем молочные ну одним словом об этом обо всем всегда предупреждают ветеринарные врачи после того как сделали прививку вашему питомцу но так как нашим питомцам мы делаем заводчики то разумеется предупреждают нас а мы уже предупреждаем вас будущих владельцев наших детишек про всех щенков которые открыты сейчас к резерву и продаже есть индивидуальные видео также со взвешиванием просто поближе так как как вы видите в этом видео вы можете посмотреть поведение ребенка но одной рукой мне тяжело даже было взвесить деток а удержать их где-то высоко на столе чтобы показать выражение мордочки это мы в основном снимаем вместе с мужем такие видео поднимаем щеночка повыше для того чтобы посмотреть выражение мордочки напоминаю наш питомник находится в ленинградской области отправками щенков в другие города и страны мы не занимаемся либо самовывоз либо вы сами выбираете курьерскую службу доставки которые можно найти в интернете почитать отзывы какая вам больше нравится какая вас больше устроит по стоимости так как доставка в другой регион не входит в стоимость щенка напоминаю наш питомник оказывает услуги по кастрации собак перед продажей и собственно мы можем довести щенка до вокзала или в аэропорт в Санкт-Петербург перед отправкой вашего питомца перед этим вы его что такое резерв это внесение не менее 30 процентов от стоимости щенка предоплата тогда щенок снимается с продажи и мы ждем карантин вот для этих деток кто будет привит 18 повторяю либо это неделя по Санкт-Петербургу москве либо если за пределы санкт-петербурга москвы по россии 21 день карантин если дальше то значит 31 день можно так сказать что общий такой средний возраст щенка для полностью привитого с пройденным карантином это 4 месяца то есть для тех кто готов купить щенка надо понимать что если вы увидели маленького щеночка он к вам приедет уже вот такой вот практически взрослой собакой в 4 месяца дети выглядят как в 8 как в 6 как в 5 никакой особой разницы уже нет если вы не Санкт-Петербург не Москва то к вам приедет взрослая собака по размеру по размеру по возрасту маленький щенок которому 4 месяца который до 6 имеет право ходить мимо пеленки так как у него физиологически слабый мочевой пузырь но щенок будет полностью привит на этот год и следующая прививка будет через год это год и 3 месяца у щенка будет чип на мои паспортные данные так как без моих паспортных данных и регистрации в международной базе ветеринарных данных о собаке мне никто не поставит чип и никто не сделает прививку поэтому приобретая щенка вы должны быть там где живете по месту жительства взять свой паспорт взять ветеринарный паспорт вашего питомца дойти до ближайшей ветеринарной клиники государственной можно конечно и коммерческие коммерческие клиники теперь все данные передают в государственные ветеринарные клиники и просто поменять мои паспортные данные на ваши в ветпаспорте вашего щенка вам это важно будет для вывоза для транспортировки Когда вы захотите с собачкой ездить в город Ой, в город, говорю, в отпуск Вот, если вы не меняете По факту тоже ничего страшного не происходит В том плане, что числится собака на мои паспортные данные заводчика Повторяю, для пересечения границы Для, как бы, каких-то там Никого, по факту, кроме вас, ваша собака не интересует Кому она принадлежит, куда вы ее везете Это на случай, даже если у вас своровали вашу собаку Вам выгоднее всего сейчас поменять мои паспортные данные на ваши Чтобы потом доказать, что, не дай бог, у вас украли Вы потеряли, что это вообще был ваш питомец, а не кого-то Потому что все службы, которые проверяют наличие прививки и карантина При транспортировке, при вывозе в другую страну или город Их интересует только штамп в паспорте на тему прививки Все остальное, что вы там везете, вообще никого не беспокоит Кому она принадлежит, кто ее владелец Где вы ее покупали, какую ценность она племенную себе представляет Лишь бы не переносилась инфекция, которая может передаться людям А то, что она у вас может быть больная вирусными заболеваниями собачьими Это тоже никого не интересует Беспокоится только о том, чтобы эта инфекция не распространялась в другие регионы Из нашего региона, если она у нас присутствует Это по факту то, что обычно интересует в комментариях покупателей щенков Поэтому кратенько пробежалась еще раз на тему прививок и карантинов Обычно это часто задаваемые одинаковые вопросы На этом, дорогие друзья, я буду с вами прощаться Мы идем купаться с агамами, ждем нового питомца Если вам интересно, кто к нам сегодня приедет Кого же зовут? Манго И я еще буду прозвище ему придумывать Баттерфляй из-за рисунка на его теле Бабочка на спинке нарисована у нашего манго Девочка это или мальчик я пока не знаю Поэтому вот такие вот имена придумываю До того момента, когда мы определимся с половыми признаками Тогда уже будет манго, либо манго мальчик Либо баттерфляй